Найдите площадь фигуры, заключенной между тремя касающимися окружностями с радиусами 1, 2 и 3. Как обычно, перед просмотром попробуйте решить эту задачу самостоятельно. Вспомним, что точка касания двух окружностей лежит на прямой, проходящей через их центры. Поэтому для нахождения нужной нам площади рассмотрим треугольник с вершинами в центрах наших окружностей. Учитывая, что радиусы окружностей равны 1, 2 и 3, мы получаем треугольник со сторонами 3, 4, 5. То есть мы получили так называемый египетский треугольник. Давайте обозначим его вершины, например, А, Б и С. Но тогда угол напротив его большей стороны, напротив стороны равной 5, будет равен 90 градусам. И теперь для нахождения искомой площади, обозначим ее через С, нам нужно от площади треугольника А, Б, С отнять площади трех секторов, отсекаемых треугольником А, Б, С, от наших трех кругов. То есть вычитаем площадь первого сектора, соответствующего маленькому кругу с центром в точке А. Давайте обозначим как СА. Минус площадь второго сектора, соответствующего второму кругу, СБ и минус СС. Площадь прямоугольного треугольника найдем как половину произведения его катетов. То есть это будет 1 вторая умножить на 4 умножить на 3. Получаем 6. Далее находим площадь первого сектора, угол которого равен 90 градусам. А это значит, что его площадь будет равна четвертой части площади круга. Так и запишем. Площадь сектора круга с центром в точке А будет равна четвертой части площади этого круга. То есть это будет πr1 в квадрате разделить на 4. Радиус первого круга равен единице, то есть в результате мы получаем π на 4. Найдем площадь второго сектора. Это можно сделать либо по готовой формуле. Площадь тогда будет равна α разделить на 2 и умножить на r в квадрате. Где α это угол сектора в радианах. Или кто не помнит формулу, составить пропорцию. То есть углу сектора в радианах соответствует площадь сектора. А полному обороту, то есть 2π радиан соответствует площадь всего круга. Пишем равенство двух отношений и выражаем площадь сектора. Ну и теперь по этой формуле мы будем находить площади оставшихся двух секторов. Но вначале нам нужно будет найти углы наших секторов в радианах. Это можно сделать, например, через тангенс. Тангенс угла b равен отношению противолежащего катета к прилежащему. То есть получаем 4 третьих. А это значит, что сам угол b в радианах будет равен арктангенсу 4 третьих. Аналогично находим угол при вершине c. Получаем арктангенс 3 четвертых. И теперь по готовой формуле можно найти площади наших оставшихся секторов. Площадь второго сектора будет равна радиусу второго круга в квадрате разделить на 2 и умножить на угол сектора в радианах, который равен арктангенсу 4 третьих. То есть в результате получаем 2 в квадрате разделить на 4 будет 2. Получаем 2 арктангенса 4 третьих. Аналогично находим площадь третьего сектора. 3 в квадрате 9. То есть получаем 9 вторых умножить на арктангенс 3 четвертых. Теперь подставляем все, что мы нашли, в нашу первую формулу. И сразу пишем ответ. Площадь фигуры, заключенная между тремя касающимися окружностями с радиусами равным 1, 2, 3 будет равна 6 минус π разделить на 4 минус 2 арктангенса 4 третьих и минус 9 вторых арктангенсов 3 четвертых. Задача решена. Кому решение понятно, ставьте лайк, пишите комментарии и заходите в гости на наш семейный канал. Ссылка будет в описании. Продолжение следует...